Благими намерениями вымощена дорога ватт. 90 плюс процентов, что ты будешь осужден. Ущемляет наши права, сужает наши возможности. Число оправдательных приговоров, все падает, падает, падает. Следствие это игнорирует, прокуратура это игнорирует. У меня очень много друзей, которые до сих пор находятся в тюрьме. Вот привлечь этого судей. Всем привет, в эфире очередной выпуск программы By Tass of Life. И сегодня мы хотим поговорить в рамках моей программы о судебной реформе в Казахстане. И я прямо целый цикл хотел бы открыть программу, поговорить со специалистами из разных направлений, и адвокатов, и судьями хотел поговорить о том, что делается на сегодняшний день. Потому что справедливый Казахстан, вот то, что было объявлено, то, что было декларировано, это запрос всего общества, всей страны. И то, что президент озвучил, конечно же, это воспринимается очень хорошо населением. Но сейчас страна нуждается в конкретных действиях. И поэтому я хотел более подробно поговорить о том, как ведется судебная реформа, какие вещи, то, что озвучил президент, уже сейчас применяются, и что можно было бы еще сделать для того, чтобы судебная система в Казахстане работала эффективно, и самое главное, справедливо. Сегодня у меня в гостях адвокат Салимжан Мусинцын. Салимжан, добрый день, рад вас видеть. Большое спасибо, что нашли время. Здесь, в Астане, в столице, я знаю, темп ритм другой, много встреч наверняка. Вам большое спасибо. Да. Ну, вы, например, тоже всю важность понимаете, вот эти изменения, которые происходят. Вот сейчас такой важный момент, когда мнение каждого специалиста имеет значение и, может быть, повлияет на то, чтобы ситуация улучшалась, чтобы реформа была действительно результативной, и все действия, которые будут применены, переменены. Да, я согласен, разделяю ваше мнение, конечно. Я хотел бы со своей стороны сказать, что Салимжан Мусин был удостоен в 2008 году почетного звания адвокат года. Это среди профессионалов, как бы считается, своеобразным. Мне повезло. Первый вопрос, конечно же, он ваш, самый важный. Как вы смотрите, насколько вы оптимистично настроены на то, что судебная реформа сейчас будет проводиться, она будет производиться действенно? Какое бы вы видение сами видели, вот, то, что было предложено и озвучено? Прежде всего, большое вам спасибо, что пригласили на такую передачу. Она очень актуальна и интересна. Мое отношение к судебной реформе. Как практикующий адвокат, тем более в области уголовного судопроизводства, я полностью разделяю эту идею. И вообще, я, честно говоря, сторонник так называемой просвещенной монархии, когда просвещенное государство пытается изменить ситуацию. Именно то, что президент объявил, что необходимо проводить судебную реформу, как раз показывает, что он понимает важность этого вопроса. Если упростить, то как раз я сторонник той идеи, что изменение ситуации с правоприменением находится в руках суда. Только суд ставит, ну, это и очевидно, потому что только суд ставит точку по каждому уголовному делу, либо гражданскому делу. Он принимает окончательное решение, и, соответственно, это говорит о той важности, которую суд занимает в этой системе государство. И насколько высоки требования к судям должно быть и есть, на самом деле, существует. Реформа, она ведется, потому что в прошлом году президент заявил о том, что необходимо проводить реформу. Есть документы, которые, даже там какие-то вехи оговорены, на что необходимо обратить внимание при проведении этой реформы. Она ведется, на ней работает. Но вот разделяя это все, мы, я как адвокат, мы... Как практикующий адвокат. Да, практикующий адвокат, как мой коллега Даниар говорил, что мы полевые адвокаты, мы буквально по земле ходим. Мы полностью разделяем те реформы, которые предлагаются. Но у меня немножко другой подход к этому важному процессу, который проходит в государстве. По роду своей деятельности я очень много принимал участие в законопроектной деятельности, в составе рабочих групп, работал с депутатами. И, к большому сожалению, у меня, видно, критическая масса накопилась, и у меня некоторый скепсис появился к этому процессу. Как правило, ну, благими намерениями вымощена дорога в ад, как говорится. Провозглашается лозунг расширить, углубить права и возможности защитников. А в результате мы получаем такой документ, который, наоборот, действует против нас. Он ущебляет наши права, сужает наши возможности. Но на самом деле я всегда говорю, давайте забудем про адвокатов, которые, может быть, встречаются недобросовестно. Давайте вспомним о гражданине, который попал в орбиту уголовного судопроизводства. Адвокат только лишь его помощник. Ограничивая возможности адвоката, вы ограничиваете права гражданина, который еще не осужден, никем не признан виновным. Вот о чем речь. То есть надо концептуально изменить подход к любым законопроектам, где затрагиваются права адвокатов. Надо понимать, речь не идет об адвокатах. Речь идет о гражданах наших соседях, которые попадают в орбиту уголовного судопроизводства. Да, гражданах Казахстана, которые находятся в постоянном стрессе. Как только ты попадаешь, у тебя с какой-то определенной гарантией 90 плюс процентов, что ты будешь осужден. К сожалению, вы абсолютно правы, потому что если смотреть статистику судов, количество оправдательных обвинительных приговоров, то с разгромным счетом... Я больше того так скажу, я много делаю программ. Мне говорили о том, что даже известный такой период, 1937 год, оправдательных приговоров в то время, в советское время, было больше 10%. А внутри современного Казахстана, ну вот последние 30 лет, число оправдательных приговоров все падает, падает, падает. И произвелись там менее 1 или менее 1%. Абсолютно верно. Это общеизвестный факт. Есть детали, конечно, но это факт. Это факт, к большому сожалению. И вот, допустим, когда мы говорим о судебной реформе, вот я, кстати, подхватил бы вашу идею, привести пример, Сталинская конституция 30-х годов, она была общепризнана самым грамотным юридическим документом, декларации, провозглашенные в этой конституции, признавались всем мировым сообществом, давалась оценка, и это был очень хороший юридический документ. А какова была практика применения, мы сами это знаем. Мы знаем, что происходит. И вот я хотел бы перекинуть мостик от вот этой декларативной конституции к нынешнему положению дела. Допустим, что касается судебной реформы. В 77-й статье Конституции четко прописано, какими правами, полномочиями обладает судья, и чем он должен руководствоваться. И там вот эти декларативные нормы, он должен быть независим, руководствоваться только законом и так далее. Никто против этого не возражает. В нынешних законах эти положения тоже закреплены. Внести что-то, нечто кардинальное, какие-то кардинальные изменения, я, к сожалению, не вижу таких механизмов. Потому что, ну, все-таки судебная система, это один из таких органов устоявшийся, который имеет огромную историю. И у нас вот, разница у нас континентальное право, вернее, романо-германское. Даже системы права у нас отличаются, и не устоялись уже. Мы принадлежим к семье романо-германской, где вот и следствия, и суды разделены, а вот яркими представителями другой системы, это являются Соединенные Штаты, Англия, где там решаются по-иному вопросы. То есть, да, прецедентное право. И мы сейчас, сейчас вот радикально было бы перейти на ту систему. Но это, в принципе, невозможно. И вот, чтобы не выглядеть просто критиком, в общем, я сразу скажу, я сторонник судебной реформы, но я предлагаю изменить подходы. Потому что, и вот, допустим, как бы радикально это ни звучало, я предлагаю ввести некоторые моратории на изменения в действующее законодательство, не только судебное, но вообще, особенно то, что касается нас, в уголовных процессах. Потому что я считаю, что в этих основных документах, ну, за 30 лет мы уже их отработали, там основные моменты заложены. Вот, допустим, что касается суда, в уголовном процессе суд независим, он только суд, правосудие осуществляется только лишь судом, никто не имеет права вмешиваться в деятельность суда, это глава вторая, принципы уголовного процесса, и там большая часть посвящена суду, о его независимости. Если руководство с этими принципами, то фактически, ну, можно там один-два добавить, может быть, что-то расширить, но кардинально изменить ничего невозможно, потому что это уже устоялось, и, в принципе, это были выверенные шаги, то есть они взвешены были путем изменений, то есть что-то изменить кардинально я просто не вижу. Может быть, что-то кардинально можно было бы изменить в кадровом подходе. Вот здесь я вот, если вы позволите, поделюсь личным опытом. В 90-м году после университета меня сразу назначили народным судьей. То есть мне было 25 лет, высшее образование, нас избрали народными заседателями, решением облсполкома возложили обязанности народного судьи. Я просто зрителям напомню, что 90-й год, это был еще Советский Союз, была перестройка, и много предлагалось реформы различных, и эта реформа была достаточно успешной, да? Вы пришли в новый человек. Да, то есть я, вот реально я вершил правосудие. Я не был связан, у меня не было бэкграунда. Вы не работали ни в прокуратуре, ни работали. Нет, я был со студенческой скамьей. Со студенческой скамьей пришли и сразу работали. Я в июне получил диплом, в августе вышел на работу, ну, стажером и так далее. Но, тем не менее, а мои сокурсники, которые остались в этой системе, они добились хороших результатов, стали федеральными судьями. Но это был пример того, вот как раз та реформа, на которую пошло государство. Они поняли, что надо что-то менять. И они предприняли такие радикальные шаги. То есть в виде эксперимента в нескольких областях проводился такой эксперимент. И я знаю, вот с 89-го года начался вот такой эксперимент. И студентов назначали судьями. Как бы это цинично ни прозвучало, хуже не будет. То есть, понимаете, то есть, ну, уже мы все испробовали. Да, но Советский Союз, честно говоря, пошел на такую реформу тоже, потому что там дефицит был справедливости, никто не мог добиться. И Горбачев тогда, ну, предлагал политическую реформу. То есть можно провести некоторую аналогию. Общество требовало справедливости, менялась ситуация. Что и сейчас требуется. Да, да, да. И государство нашло возможность изменить ситуацию и пойти на эти шаги. И вот, чтобы не быть просто критиканом, я предлагаю заниматься реформой, но немножко изменить подходы к этой реформе. Вот система так сложилась, что есть основные концептуальные моменты, заложенные в законах, в кодексах. Но затем, когда вопрос идет правоприменения, появляются инструкции, правила, приказы, и которые гораздо шире, гораздо более детально прописаны. И так складывается, что работникам этой системы, будь это МВД, будь это АФМ или тот же суд, для них эти внутриведомственные документы гораздо ближе. И они больше ими руководствуются. Вот приведу примеры, ну, допустим, тоже строительство. Есть закон, как-то я не помню, ну, условно говоря, о строительстве. Но к этому закону множество правил, инструкций, технических условий и так далее. Ну, конечно, там есть СНИП, норма, да, там какой бетон, какая плотность, какие, сколько железо применять. И они гораздо более детальные. И они гораздо более мобильные. То есть их изменить может, допустим, вот я для примера приведу, хотел конкретный случай привести в уголовном процессуальном кодексе. Сейчас вот была реформа, и институт использования понятых, ну, то есть мы все знаем, кто такие понятые, это вот независимые люди, которые должны обеспечить объективность проводимого следственного действия. Для адвокатов они тоже хороши, потому что с помощью их допроса мы устанавливаем, что на самом деле происходило. Сейчас же было предложено несколько радикальных изменений сократить количество понятых, участие понятых и ввести опыт использования научно-технических средств. Вот те же видеокамеры. Ну, хорошо, это было провозглашено в уголовном процессуальном кодексе, этому посвящено там пару статей, пару абзацев. А вот по тому примеру, как вот, когда появляются внутренние документы, был в 2014 году издан приказ генерального прокурора о правилах использования научно-технических средств. И вот что происходит на практике? Там детально прописано, хороший документ, но что происходит на практике? Там написано, что для того, чтобы обеспечить возможность проверить того следственного действия, которое было проведено, необходимо проводить видеосъемку. И это понятно, потому что понятой присутствует, допустим, при выемке документов, он видит процесс от начала до конца. И когда мы его допрашиваем, он говорит, да, я присутствовал сначала, в середине, в конце, происходило то-то, то-то. И если не будет участвовать понятой, а будет производиться видеосъемка, она должна быть тоже так же заменить понятого, то есть от начала до конца. И это прописано. Что происходит на практике? Произходит важное следственное действие, выемка документов, особенно банковских документов, ну, в любом юридическом, в организации. И к этому документу, протоколу выемки прикладываются 2-3 фотографии. То есть, они говорят, МТС использовано, но проводят не видеосъемку, а фотографируем. Просто фотографируем. Это кардинально меняется. Ну, вы понимаете, мы не понимаем, что было в начале, что было в конце, что за фотография. То есть, есть жесткое указание поступать только лишь таким образом, снимать от начала до конца. Следствие это игнорирует, прокуратура это игнорирует, когда мы подаем жалобы, когда они направляют дело в суд. И, к большому сожалению, суды игнорируют. Еще и суды. Ну, тогда тогда справедливости... Ну, а какой? Конечно, конечно. И я смею вас уверить, что по каждому моему делу я сталкиваюсь с этими нарушениями. А там вот, ну, это немножко птичий юридический язык. Если была произведена выемка, оно сразу не становится доказательством. Нужно произвести осмотр этих документов. Затем вынести постановление в признании их вещдоками. Только тогда они становятся доказательствами, вещественными доказательствами. Но если, условно говоря, нижний горшок был, ну, или плоды гнилого дерева, само дерево. Если выемка сама была произведена незаконно, соответственно, все последующие документы тоже незаконны. И если так подходить, то в суд дело приходит абсолютно без доказательств. Юридически обоснованных. Мы об этом говорим. И даже Верховный суд в своем нормативном постановлении тоже об этом говорит. Обращайте повышенное внимание на использование научно-технических следствий. Это вот в одном из постановлений. Но этого нет. Если нарушение было, то, в принципе, это все должно отменяться. Повторные какие-то действия должны делаться. Абсолютно верно. А суд тоже игнорирует. То есть, по сути дела, они работают, ну, как бы, как тройка. Следствие, прокуратура и суд как... Ну, я не буду... Не, ну, я просто опять же... Однозначно такое почти не складывается. Ну, как должен был поступить суд? Я заявляю ходатайся, признать это в доказательстве, недопустимом в качестве доказательств. Суд, ну, я же, ну, я не могу себе позволить, там, допустим, это утверждать голословно. Я привожу факты, пункты со ссылками на нормами. Если бы он это удовлетворил, сторона обвинения, тот же государственный обвинитель, оказался бы без доказательств. Следующее решение какое? Ну, если ты не смог доказать надлежащим образом вину человека, он подлежит оправданию. Судья, по сути дела, если он грамотный, если он это все понимает, ну, я надеюсь, что не все понимают, все образованные судьи у нас в Казахстане, их там, да, более двух тысяч. Он должен тогда остановить ребят, которые готовили документы по следствию и сказать, ребят, мы это не принимаем, это не, 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 то есть, по сути дела, это же суд, судья же может это сделать, да? Что происходит? Прокурор приходит, ну, вот, схематично, приходит суд с доказательствами вины человека. Там виды доказательств, они указаны, они ограничены, там, порядка семи, по-моему. Судья, разобравшись с этим, он начинает проверять эти доказательства на их состоятельность. Адвокат встает, заявляет это доказательство, ущербно его не нельзя положить в основу обвинения. Судья, ну, он оценивает же, он смотрит тот же приказ генерального прокурора, видит, что не было видеосъемки, ну, я вправе рассчитывать на то, что он скажет, да, согласен, были недопущены процессуальные нарушения. Когда он начинает исключать такие доказательства, прокурору не остается доказательством виновности подсудимого. И судья говорит, ну, извините, я в отсутствии доказательств не могу человека признать виновным. И он, ну, либо оправдывает его. Вот результат. И здесь мультипликативный эффект появляется. Суд после оправдания имеет право вынести частное постановление, указать прокурору на те нарушения, которые были допущены, указать следователю. И сразу эффект появляется. Прокурор будет лучше готовиться к процессам. Он избежит, он будет требовать, чтобы проводилась видеосъемка. Следователь, получив указание от прокурора, тоже перестанет это делать. И все, повысится качество расследования. А когда качественное расследование, и у общества, и у подсудимого, и у адвоката не будет возможности говорить, что со мной поступили несправедливо. А какая ответственность у судьи, который принял вот это и не обратил внимания на нарушения, которые были сделаны в процессе подготовки документов, следственных экспериментов или всего прочего? Ответственность какая перед судьей? К большому сожалению, прямой такой ответственности нет. И вот как раз здесь система сдержек и противовесов. Ну вот смотрите, здесь тоже очень трудно радикально это решить. Вот привлечь этого судью, но человеку свойственно ошибаться. Вдруг это была ошибка со стороны судьи, вдруг это была ошибка со стороны следователя, либо адвоката. И наказав судью, мы тогда покушаемся на его независимость. Вы понимаете, вот здесь вот как... Здесь баланс. Вот я просто и говорю, как соблюсти, условно говоря, это же у судьи... Ну я понимаю, вот сейчас в вашем предложении, в вашем предложении, которое вы говорите, да, у нас законы нормальные, в принципе, нужно просто их нормальным правоприменением. И если мы жестко к этому будем относиться, то общая грамотность будет повышаться, да, количество оправдательных приговоров будет увеличиваться, качество ребят, которые работают в следствии, в прокуроре и суде будут их только повышаться. Они будут вынуждены это делать. Да, но вот этот, именно сам этот момент завершающий. Если судья принимает, тогда это все же не будет работать. Нет, вот допустим, суд первой инстанции выносит приговор, остается апелляционная станция, остается верховный суд. Если к этому подойти ответственно, так как требует конституция, провозглашенные принципы, это нарушение закона. За нарушение закона судья, допустим, напрямую не может быть наказан, ну, кроме там, как в некоторых случаях, но отменяя приговор по этим основаниям, это, как говорится, минус в карму судей. Понимаете, если так это... Ну, карма, знаете, очень-очень-очень так выглядит по-буддистски, да, как бы, а человек уходит в тюрьму, и у меня очень много друзей, которые до сих пор находятся в тюрьме, и они страдают в бюджеме с кармой, они здесь уже теряют свою жизнь, здоровье. Повышается роль верховного суда. Верховный суд имеет право принимать нормативные постановления, где обобщается практика, где разъясняется именно тот порядок, как применяется закон в тех конкретных случаях. И если он будет категорически в нормативном постановлении указывать, что вот такие доказательства категорически запрещено принимать, нежестоящие суды обязаны этим постановлением руководствоваться. Вот таким эволюционным путем можно, я считаю, что можно изменить ситуацию в судебной системе, а изменить оздоровление судебной системы автоматически привлечет оздоровление ситуации со следствием, с прокуратурой, которая сейчас до сих пор не может найти свое место. То ли она надзирает, то ли она наследует, и очень такая интересная ситуация, то есть сами за собой надзирают, то есть тоже концептуальная проблема. Полномочия большие у прокуратуры. Огромные, да, огромные полномочия на сегодняшний день. Ну, опять же, вот я хотел бы остановиться на недавнем выступлении генерального прокурора в парламенте. Великосылова в парламенте. Да, да, да. И вот если бы депутаты ему задавали бы целенаправленные, конкретные вопросы с примерами, сказать, вот вами издан, вернее, вашим предшественникам издан приказ от 2014 года о порядке применения НТС, но мы в массовом порядке встречаемся с нарушением вашего же приказа, вашими же сотрудниками, он, конечно же, будет обязан принять меры. И это гораздо быстрее. То есть вот он представитель, вот он, это его приказ. Он проведет совещание, обобщит практику и скажет, надо усилить контроль над этим. А у него множество приказов о начале досудебного расследования, о порядке проведения расследования, о порядке санкционирования меры пресечения и так далее, и так далее, и других следственных действий. Вот они инструменты. И такая возможность есть в МВД, в КНБ, АФМ, везде у них есть внутриведомственные документы, которые могут, если их тщательно ревизовать, а их немного, гораздо меньше, чем законов, тщательно ревизовать, указать на их недостатки и потребовать их изменения. И это можно сделать гораздо быстрее, чем изменение законов, либо принятие нового закона. Гораздо быстрее и эффективнее. И потом я же выше говорил, что они гораздо более такие, ну, написаны простым языком для использования. Вот, ну, буквально. Пойди туда, сделай то, затем сделай вот это. То есть, буквально. И это, в принципе, правильно. Это как инструкция к применению. Это нормально. Ты соблюдаешь процедуру. Конечно, конечно. И тогда ты не допускаешь нарушения закона. Понимаете? Вот в чем мое предложение. Не зацикливаться, а это же тратиться на законотворческой деятельности. Я вот так считаю, что мы не сможем радикально изменить что-то в наших законах, потому что они так прописаны, что, в принципе, уже добавлять нечего. Независимость, законность. Только лишь суд отправляет правосудие. Повышенно материальное обеспечение судья. Я это полностью разделяю. То есть, общая канва, она выполнена. То есть, законы, как мы говорим, хорошие. Да. Теперь только надо работать. И вот законы хорошие, ну, условно говоря. Ну, я вынужден это говорить, потому что других нет. Но теперь вопрос, вот с моей точки зрения, только лишь вопрос правоприменения. И это сложно, но я считаю, что есть инструменты. И вот надо сделать акцент на этих инструментах. Именно внутренние документы, которые есть в каждом ведомстве. В суде нормативное постановление Верховного суда, обобщение судебной практики, тщательно их ревизовать, прописать в строгом соответствии с Конституцией, Уголовно-процессуальным кодексом, чтобы не было противоречия. Чтобы, вот как я приводил пример, вместо слова доказательства не использовать слова, фактические обстоятельства, сведения, данные и так далее, которые размывают, эти синонимы размывают определения. В ведомственных приказах генерального прокурора тщательнейшим образом ревизовать, внести, потребовать, внести изменения и потребовать их соблюдения их исполнения. Вот они, вот они. И они гораздо меньше времени потребуют, гораздо меньше ресурсов потребуют и повысят ответственность, потому что его подпись стоит под этим приказом. Его персональная ответственность, и я знаю эту систему, как работает этот приказ, и сдается, и он под подпись сдается там, уже внести стоящей прокуратуры, регулярно проводится обучение, повышение квалификации, и они обязаны ими руководствоваться. И получается, они должны слышать, забудем про адвокатов, они должны слышать граждан, которые жалуются, говорят, вот ты нарушил ту-то инструкцию, пункт такой-то инструкции. И немедленное реагирование. И вот здесь я сторонник жестких мер, вплоть до увольнения, понижения в должности. Это же имеет воспитательный эффект. Ну, по-иному уже нельзя. Мы, к сожалению, теряем время, теряем тот шанс, который нам выпал год назад. Интересная мысль, да, действительно, сделать реформу внутри каждого ведомства достаточно быстро можно, по сути дела, приказом первого руководителя. Да, это может. И потом осуществлять контроль за исполнением этих приказов. Окей, хорошо. Но мы опять все равно возвращаемся к человеческому фактору. Насколько возможно вот эту реформу тоже, вот в том виде, которую вы предлагаете, осуществить с теми людьми, которые в данный момент работают, ну, уже привыкли работать при старом Казахстане? Было бы, конечно, хорошо, чтобы пришли новые люди. Но где их взять? Вот прежний представитель Верховного Суда говорил, что они с трудом набирают в год судей множество вакансий. Хорошие юристы, они повысили порог требований к кандидатам. Но, казалось бы, хорошие, успешные юристы не идут в суди. Ну, вас же в 90-е годы нашли же? В 90-м году... Нет, я был студентом. Значит, у нас студентов, знаете, сколько у нас студентов юрфаков? Что-то... Десятки тысяч, я думаю, выпускники. Ну, опять же, в этой ситуации я предлагаю решать с тем составом. Мы не можем радикально изменить состав. То есть, вы предлагаете оставить тот же состав и просто... Нет, вы меня дожимаете. Я не предлагаю оставить, я предлагаю работать с тем, что есть, и постепенно производить ротацию, изменения, то есть повысить требования к качественной составляющей сотрудников, сотрудников, судей и так далее. Потому что, ну, невозможно сказать, сегодня всех меняем, невозможно. Система остановится, она рухнет, сломается. Поэтому мы вынуждены работать с тем составом, который есть. Но, когда мы повысим к ним требования, появится возможность... Ну, вот, честно говоря, меня вот эта статистика, я вот сейчас вспомнил статью Жак Кашмановича, она меня пугает. Не могут набрать в суде. Тогда нужно что сделать, чтобы шли успешные юристы, грамотные? Сейчас же, допустим, тот же, вот мы говорили о студентах, успешный студент, ну, лучше пойдет в честно практикующие адвокаты, в юристы, там, он будет... Он независим, он получает гораздо больше легально, открыто, повышает свой качественный уровень именно в юристах. Ну да, зарплата, конечно, в прайс-порт-хаус, конечно, выше, чем... А судьи сколько получают оклады? Я, наверное, коллега, ну, районные судьи, по-моему, порядка 700 тысяч, в Верховном, сто-то свыше миллиона. Но это не... Ну, тоже неплохие оклады, если, честно говоря, по казахстанским меркам, нормальные оклады. Возможно, да, то есть, ну, и, ну, как мы-то работали, не в деньгах было понимание, потому что ты вершил правосудие, действительно, то есть, это была такая ответственность. Это миссия была, да? Да, реально, реально, то есть, это, как бы это высокопарно ни звучало, но, понимаете, это была миссия для молодых, то есть, мы бывшие студенты, а вот нам раз такое довели, конечно, это повышало требования к себе. Ну, все равно, потому что, ну, нельзя говорить, вот, хотя многие говорят, что о падении качества образования, но нельзя говорить, есть хорошие студенты, у нас вот в Алма-Ате есть центр подготовки, и там видно, что люди с горящими глазами, и очень хорошие молодые адвокаты есть. То есть, если проводить качественный отбор, повысить этот отбор, может быть, вот из тонны, как у Маяковского радиа, получить какие-то крупицы можно будет. Большое спасибо, Сергей Межан, интересно с вами поговорить, ваш взгляд на реформу мне понятен, вы такой сторонник эволюционного развития реформы, да, как бы, и ее сделать, в принципе, достаточно быстро можно, но так, без особой крови, скажем. Ну, действительно, я сторонник, ну, альтернатива какая? Есть разные, я слышал некоторые, и мы сейчас готовим, я же говорю, целый цикл программ, интервью с разными, я буду общаться юристами, практикующими адвокатами, бывшими судьями, вот, и тоже хочу, ну, как бы, помочь разобраться всем гражданам Казахстана, какая же наиболее эффективная модель для судебной реформы. То, что судебная реформа нужна, это, ну, согласны все, просто как ее делать, как ее применять, как работать, потому что мы все хотим жить в справедливом Казахстане. Вот мои предложения-то как? Большое спасибо за интерес и содержательную беседу, ваше мнение очень ценно, необычный взгляд, я сегодня тоже, как и мои зрители, наверное, почерпнул очень много нового. Желаю вам удачи в вашей работе, деятельность адвокатов, конечно, очень и очень важна, и чтобы побольше было оправдательных приговоров в Казахстане. Пусть сбудутся ваши слова, спасибо большое. Спасибо, мне остается только попрощаться с нашими зрителями, до новых встреч, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok